Всем привет, это FreeStudio21.com И на очереди у нас упражнение по употреблению так называемых definers Определительных местоимений Я, естественно, поставила ссылочку на теорию в описании видео Дабы можно было посмотреть, откуда, как говорится, ноги растут И всё такое, и как оно употребляется, и какие они бывают, и так далее, и тому подобное А теперь читаем предложение и пытаемся понять, о чём идёт речь Первое за нас уже подумали, но всё-таки интересно, что ж такое It's not good for you to stay in bed all day You should get up and do something Значит, нехорошо лежать в кровати целый день Тебе следует встать и что-нибудь сделать Значит, здесь они остановились на all, и это абсолютно верно Я присоединяюсь Дело в том, что all day, весь день Если мы поставим every day, это будет каждый день Ну, каждый день в кровати можно быть, в принципе, по чуть-чуть All day – это совершенно другое дело All – это в смысле целый Весь Целый или весь Далее Neither Peter nor Tom came to the meeting Итак, здесь neither будет у нас, или neither, как народ говорит Neither Tom nor Tom Neither Peter nor Tom came to the meeting Ни Peter, ни Tom не пришли навстречу Почему на изе? Да потому что у меня стоит уже nor Это отрицание Не, не или ни, ни Поэтому изе мне здесь явно не подходит Далее Что здесь будет? Обе футболки дешевые, каждая из них стоит по 10 евро Значит, я выбираю слово each Each Каждая Потому что every – это каждый в смысле Every Каждый Но это в смысле все А each Каждый Это в том смысле, как мы понимаем Каждый, то есть и это, и это И это, и та Вот так вот Это будет each Далее She read the whole book in two hours Значит, она прочла всю книгу за два часа Что у нас здесь будет? Здесь будет, понятно, whole Whole Целую книгу Если бы было all, не было бы the, во-первых А во-вторых, значит, что еще? На что еще делаем акцент? All – это хорошо с множественным числом All – с множественным числом Whole – это что-то целое Всю, в смысле целую Прошла целую книгу Или всю книгу Поэтому здесь whole Далее Пятое No Или None of my friends has phoned me this weekend Никто из моих друзей мне на этих выходных не позвонил Итак, здесь у нас будет определенно none И только none Потому что дальше у меня off стоит И дальше у меня дополнение Это структура, поэтому здесь none Никто из Никто из Далее You have to check every Или each one of these contracts separately Значит, что мы здесь имеем? Вам придется проверить каждый из этих контрактов отдельно Что у нас здесь будет? Так, я думаю, что здесь each one будет Почему? Each one Потому что после every не ставится off Вот нам первая причина Далее После every ставится единственное число Every, каждый и дальше единственное число Здесь у нас множественное число стоит Понятное дело, что every быть не может Значит, each one Далее I don't like these biscuits I prefer the ones Или one mom made Мне не нравятся эти бисквиты Я предпочитаю те, которые мама делала Значит, здесь логика чисто контекстуальная Значит, что мы имеем? Мы имеем biscuits Множественное число Далее у нас опять речь идет о бисквитах Об этом множественном числе Поэтому мы ставим once Поэтому здесь будет не one, а once Я предпочитаю те, которые мама делала А не тот, который мама делала Далее, восьмое Is it neither Susan or Laura will tell you what to do? Так, здесь у нас первое, на что я обращаю внимание Кстати, очень похоже на второе предложение Они созвучны очень Ибо is it neither очень похожи Значит, что у меня здесь? У меня здесь стояло nor И поэтому neither или neither Здесь у меня стоит or А с or употребляется правильно is Поэтому is it Susan or Laura? И Susan, и Laura скажут тебе, что делать Далее We had a great weekend as the weather was perfect Или both days, или all days Пойди его знай Так, у нас был прекрасный уикенд Поскольку погода была идеальной Так, все дни или оба дня Интересно, а как же оно будет? А, вот в чем дело Ха, тут хитро Значит, уикенд Что такое уикенд? Это суббота и воскресенье Это два дня Два дня Следовательно, мне нужно Все дни или оба дня Оба дня, конечно же Поэтому я ставлю buzz Далее, десятое He was thirsty So he drank the whole Или all the juice Значит, он хотел пить И поэтому он выпил весь сок Здесь у меня будет all Я ни секунды в этом не сомневаюсь Почему? Потому что the whole целый Целый сок выпил Ну, как-то не звучит Если бы целая пачка сока была Допустим, у нас было бы Can of juice Can of juice Тогда, конечно, можно было бы The whole поставить Но, поскольку у нас этого нет То тогда нам придется ставить all Весь сок Сок неисчисляемый Поэтому ставим all Далее Следующее Следующее Еще одно маленькое упражнение Я тоже хочу его сделать Оно небольшое Это все из той же самой серии Значит, we have all heard Of the problems facing endangered species Around the world Мы все слыхали про проблемы Которые, значит Которые происходят С видами животных Как это сказать? Которые в опасности Боже мой Как же лучше сказать? С теми видами животных Которые под угрозой исчезновения О! Под угрозой исчезновения По всему миру Ясно Значит, мы все слышали Здесь стоит все Все понятно Что не целый Это все ясно To make a difference Значит, every Или every one of us Needs to recognize the problem That The problem And offer our help Значит, что у нас здесь Чтобы как-то все это изменить Каждому из нас Нужно признать эту проблему И предложить свою помощь Что у нас здесь На что обращаем внимание Сразу же У нас здесь стоит Of Это неспроста Значит, every у нас не может быть Every с of не употребляется Следовательно, every one Every one of us Каждый из нас Значит, как бы было Если я, допустим, хочу every Что мне надо Чтобы можно было поставить every Мне нужно убрать Of Убрать us И поставить Every man Или Every Там, не знаю Every woman Что-то в этом духе Или every one Просто И тогда убирать все Вот это вот надо будет Of Убрать однозначно И объектный Поддерж Убирать однозначно Далее Но важно помнить Что не только животные Исчезающие виды животных Это единственные Кому нужна наша помощь И здесь у нас Опять же Что мы видим Здесь у нас Речь идет о чем? О множественном числе Endangered animals Вот оно Множественное число А дальше у нас Указания На эти же Опять какие-то животные Значит У нас одно животное? Нет У нас много Поэтому once Далее Animals О, sorry Animals' shelters Provide Значит Provide Both Or either Safe and caring Environments For animals That have been Either Или neither Lost Or abandoned By their owners Ух ты Какое длинное И замысловатое Предложение Интересно А что же здесь Что же здесь ставить? Shelters Provide Safe And caring Environments В принципе Boss Наверное Правильно Да Boss Потому что Either Употребляется Как правило С or А or Нет Здесь нигде не вижу Поэтому Методом исключения Здесь явно Будет ставить Boss Далее Еще на что Обратить внимание Здесь у нас Одно И второе Выражение Вот И они Они связаны С словом And Это Очень даже Подходит Для нашего Бонус А дальше Значит Приюты для Животных Дают Животным И безопасное И безопасную Среду И такую Среду Где они Заботятся Для животных Которые Либо Были Потеряны Либо Брошены Ага Либо Потеряны Либо Брошены И здесь У меня Уже Стоит Or Вот оно Следовательно У меня Будет Is Стоять Ничего Другого Быть Не может Отрицания Здесь нет Поэтому Не подходит Далее They can be found In most towns And cities And most Commonly Take care of Dogs Or cats That have No homes Их обычно Можно найти В большинстве Городов Больших И маленьких Маленьких И больших Точнее И в основном Они заботятся О собаках Или котах Которых Нет дома Have No home Нет Дома Здесь будет No И только No Вот таким Образом Далее What's important To remember Is that None Или No Of these Childers Can survive With our help Так Ага Поняла Здесь отрицание Поэтому так странно Немного Значит Что следует Понимать Что Ни один из этих Приютов Не может Существовать Или выжить Без нашей помощи Так Что же у нас Здесь будет Так Здесь стоит Off Поэтому я смело Ставлю None Здесь не может быть No No Не ставится Off None Ставится Это для него нормально Далее Animal Shelters Rely on People Either Neither Donating Money Or Adopting Animals And Taking Them Into Their Homes Ага Ну здесь у меня Or стоит Поэтому я смело Без Всякого Ставлю Either Поскольку Either И Or Всегда В паре Употребляются Значит Приюты Для Животных Рассчитывают Полагаются На Людей Которые Либо Жертвуют Им Деньги Либо Забирают Животных К себе Домой Итак Вы думаете Завести Дома Животное All Или Is That You Need To Is To Go To The Near Animal Shelter And Bring A New Best Friend Home Today Все Что Вам Ходить В ближайший Приют Для Животных И Привезти Домой Лучшего Друга Итак Что Мы Здесь Имеем Здесь У нас Each И All У нас Понятное Дело Что Будет All Будет All Почему Это Все Все Each Это Каждый Нам Это Явно Не Подходит Поэтому Здесь Будет All Вот Такие Два Упражнения Как По Мне Неплохо Иллюстрирующие Употребление Всех Дефайнеров Они Очень Своеобразные Такие Очень Трудно Иногда Понять Вроде Как Они Переводятся Одинаково Многие Из них А Оказывается Что Употребляются Они Совершенно По Разному Опять Я Ставлю Теорию В Описании Видео И На Сайте Есть Скриншот Этих Упражнений Поэтому Можно Зайти По Ссылочке Тоже В Описании Видео Посмотреть Если Плохо Видно Можете Увидеть Чего Собственно Говоря Там Написано Если У вас Книги Нет Это Roundup Grammar Sakes Поэтому Мало Ли Книга Это Дело Такое А так Вы Можете Посмотреть Упражнение Как Оно Выглядит Спасибо За Внимание Подписывайтесь На Мой Канал